вы конечно замечали что движение тел происходит не только по прямой линии на этом участке шоссе изгиб невелик и изменение характера движения автомобиля не очень заметно а вот здесь отчетливо видно по какой сложной траектории движется этот спортсмен или артист балета на льду криволинейное движение можно приближенно представить как движение по дугам нескольких окружностей значит чтобы описать сложное криволинейное движение нужно знать как происходит движение по окружности возьмем окружность с радиусом r за время t тело проходит по дуге окружности путь l радиус следящий за его движением поворачивается на угол фи независимо от размеров окружности при равных углах поворота радиусов равны и отношения длинной дуги к радиусу значит величина угла можно определить через это отношение а длина дуги соответственно будет равна произведению радиуса на величину угла величина угла полученная через отношение дуги к радиусу выражается в радианах за один радиан принимают величину угла между двумя радиусами ограничивающими на окружности дугу длина которая равна радиусу теперь рассмотрим как изменяется скорость движения тела по окружности при повороте радиуса на угол фи направлении вектора скорости также изменяется на угол фи абсолютная величина скорости не меняется по правилу вычитание векторов скорость за время t изменилась на дельта v следовательно тело движется по окружности с ускорением величину и направление ускорения можно определить используя формулу а равняется дельта v деленное на t чтобы определить конкретное значение ускорения рассмотрим как изменяется направление векторов скорости в двух соседних точках расположим их близко друг другу угол фи при этом будет предельно мал вектор дельта v становится перпендикулярным вектору в нулевому и практически сливается с другой окружности между векторами в нулевым и в первом значит его величину можно определить вспомнив формулу l равняется r умноженное на фи и заменив l на дельта v и r на v нулевой таким образом ускорение тела равномерно движущегося по окружности в любой точке перпендикулярно вектору скорости и направлено по радиусу окружности к ее центру поэтому его называют центростремительным проведя ряд подстановок получим формулу выражающую зависимость ускорения от линейной скорости для описания движения тел по окружности удобно использовать понятие угловой скорости она обозначается буквой омега под угловой скоростью понимают отношение угла поворота радиуса к промежутку времени за который был совершен поворот исходя из определения линейной скорости вновь проведем ряд подстановок и установим зависимость между линейной и угловой скоростями отсюда получаем формулу для выражения ускорения через угловую скорость а равняется омега в квадрате умноженное на r эти формулы были использованы для расчетов движения по околоземной орбите искусственных спутников земли карусель один из хорошо знакомых вам примеров движения тел по окружности какие же законы физики лежат в его основе рассмотрим это на нескольких примерах пока диск неподвижен на шайбу действуют только силы тяжести и реакции опоры они уравновешиваются при медленном вращении шайба удерживается на диске силой трения покоя если же увеличить скорость вращения диска сила трения покоя уже не сможет удержать шайбу на круговой траектории значит для того чтобы тело двигалось по окружности на него должна действовать дополнительная сила направленная к центру данной окружности этот вагон движется по рельсам равномерно и прямолинейно сила тяжести уравновешивается направленной вверх силой упругости рельсов а сила трения уравновешивается силой тяги но вот вагон дошел до поворота в этом месте он начнет двигаться по дуге окружности какая же сила заставляет вагон изменить направление его скорости и двигаться с ускорением этой силой является сила упругости действующая на колеса вагона со стороны рельса данном случае центростремительное ускорение создает силу упругости деформированного рельса теперь посмотрим как движется на повороте велосипедист при прямолинейном движении силы тяжести и реакции опоры уравновешиваются а силы тяги и сопротивления направлены вдоль траектории на повороте велосипедист наклоняется силы тяжести и реакции опоры теперь не направлены по одной прямой но их абсолютные величины равны сила трения препятствует скольжению колеса вбок равнодействующие этих сил равное силе трения и создает центр стремительное ускорение при движении конькобежца по льду трения практически отсутствует коньки врезаясь в лед создают силу реакции опоры направленную вдоль корпуса конькобежца при движении на повороте центростремительное ускорение вызывается равнодействующий сил тяжести и реакции опоры а теперь сами попробуйте ответить на вопрос какие силы действуют на летчика когда самолет делает мертвую петлю почему мосты строят выпуклыми и наконец приведите еще примеры из жизни когда тела движутся по дуге окружности и